Жару тяжелее всех переносят пенсионеры, дети и люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как гипертония и ишемическая болезнь сердца. Врачи не рекомендуют находиться на открытом солнце с 11 до 17 часов. В это время солнечные лучи особенно активны. В жаркую погоду необходимо пить как можно больше воды. С собой нужно иметь бутылочку воды. Минеральной, негазированной желательно. Ни в коем случае не сладкой, потому что от сладкой воды хочется пить еще больше. По поводу питания. Лучше всего в период жары исключать из рациона жирные сорта мяса, сладкие продукты, сладкое питье. И вообще в период жары лучше питаться, лучшее питание это овощи, нежирные сорта мяса. Ну как я уже сказала, курица или отварная рыба, фрукты, ягоды. Если вам необходимо выйти на улицу, стоит внимательнее отнестись к выбору одежды. Предпочтительнее легкие натуральные ткани и светлые оттенки. Одеваться лучше в просторную светлую одежду из натуральных тканей, чтобы одежда не была синтетической и не был нарушен теплообмен. Не забывайте про головной убор. Детей нужно одевать еще легче. Механизмы теплообмена в маленьком организме не настроены в полной мере, поэтому получить тепловой удар он может намного быстрее. Перегреться можно также в общественном транспорте, который не всегда оснащен кондиционерами. Но и с ними нужно быть аккуратнее. Если вы находитесь в помещении, температура не должна быть ниже плюс 22 градусов. Чтобы лучше в помещении переносить жару, ну, естественно, это кондиционеры и вентиляторы. Если замечаете симптомы перегрева или теплового удара, лучше переместиться в тень. В домашней обстановке лучше лечь и пить много воды. При ухудшении самочувствия и повышении температуры тела незамедлительно обращайтесь к врачу. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.